итак уважаемые слушатели здравствуйте меня зовут алексей тарасов и я очень вам благодарен что вы нашли время подключиться к нашему бесплатному вебинару о создании резервной копии базы данных в mysql сразу хочу сказать что речь пойдет конечно о основных вещах которые бывают то есть самое такое базовое создание резервной копии базы данных извините за тавтологию мы не будем там рассматривать какие-то супер высокие материи но базовых вещах о том что должен знать каждый разработчик мы с поговорим как обычно бесплатные вебинары проходят у нас под маркой рекламы курсов иначе бы никак поэтому мы рекламируем здесь курс проекте создание баз данных на mysql 5 проектирование баз данных на mysql 5 кто еще не был я обязательно вас призываю записаться на этот курс пройти на ссылке на первом слайде презентации у меня указывается ссылка на мой блог и на ссылка и ссылка на мой профиль на сайте специалист ru так что случае необходимости вы можете всегда узнать когда будет ближайший курс саму презентацию мы обязательно получим в конце уже ближе к концу занятия у меня только огромная будет просьба вы мне намекните в чате я ссылочку на нее отправлю до занятия копировал из облака но по-моему она мне из буфера пропала поэтому обязательно ссылочку скину все мы первое начнем первое мы поговорим вообще какие темы мы затронем мы поговорим зачем нужно делать резервной купе прямо сразу сейчас скажем их нужно делать для того чтобы в случае нарушения целостности нашей базы по разным причинам там отключение электричества неправильная логика там ворвались хакеры и так далее у нас происходит нарушение наших данных базе поэтому мы всегда должны иметь под рукой несколько резервных копий почему несколько одну близлежащую другую там недельной давности третью месячной давности чтобы на всякий случай обезопасить себя от таких проблем когда гром грянул а у нас с вами нету под рукой запасных данных мы поговорим как создать резервную копию отдельной базы нескольких баз и постараемся затронуть если позволит время тему как такую как создание резервных копий по расписанию я надеюсь вам это понравится и так что нам с вами понадобится во первых нам понадобится работающий mysql сервер работающий mysql сервер это может быть самостоятельная установка mysql сервера это может быть mysql сервер работающий в рамках какого-нибудь вампа лампа то есть какой-нибудь сборки то есть если вы дэнвер у себя имеете под рукой или open сервер это все пригодится нам понадобится консольные утилита mysql для того чтобы благополучно возможно заходить самый скойл проверять данные создавать базу и так далее нам понадобится утилита mysql dump mysql dump которая обычно создает сам dump сам dump саму резервную копию и нам понадобится ну больше для первоначального такого знакомства программа mysql workbench кто на курсах у нас бывал со всеми с этими программами уже наверняка знакомы кто нет вы рано или поздно с ними познакомитесь когда будете с mysql ввозиться когда я пришел сегодня вот перед вебинаром готовиться проверять машину я вдруг обнаружил у себя здесь работающий чужой mysql сервер и обнаружилось что он запаролен конечно для хорошего разработчика баз данных для девелопера для администратора поменять локальный пароль на админской машине с mysql это дело 15 максимум 20 минут но у меня этих 15-20 минут не было поэтому мне пришлось приостановить работающий сервер и и поэтому и поэтому я сегодня буду вам показывать примеры из open сервера у open сервера есть возможность запуска автоматическая возможность запуска mysql из коробки поэтому я как раз буду пользоваться этим вот open сервером работать с ним совершенно не сложно он содержит там php он содержит возможность создания локальных хостов все замечательно значит я его сейчас под запущу запустился на отлично запустить проверяем никто ли не ругается на наш сервер сервер никто на него не ругается и смотрите мне нравится open сервере его консоль вот это вот консолечка а почему она интересна она интересна тем что масштабируется легко она интересна тем что все нужные папки прописываются рядом о отличный вопрос 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 у нас в чате вопрос что такое open сервер что такое open сервер и так когда мы с вами начинаем заниматься веб-разработкой там php там всякие чуть меньше html рано или поздно нам может захотеться создать у себя на локальной машине некоторый мой сайт точка ру чтобы он работал так же как он работает в сети в интернете что для этого нужно для этого обычно нужен сервер апач ну или какой-то другой сервер апач для этого нужно его установить на какую-то операционку windows или linux или там macos потом нам нужен будет мой сквел чаще всего при раз для разработки сайтов и нам нужен будет обязательно печки опять же чаще всего некоторые работают не на печки до так вот по первым буквам по первым буквам вот этих вот обозначений является аббревиатура вам вам сборками называются такие продукты которые собираются из печки москве ли апачи и работают под определенной платформой кстати говоря легко догадаться теперь что такое ламп и что такое например мам закрытыми глазами это для линукса сборка патч москве а это для macos а вот разработчик который только начинает свой опыт веб-разработки он грустнеет когда его просят апач или мы сквел или печки установить отдельно он скачивает вот эту сборку вамп или ламп или в мампу зависимости от того на какой платформе он работает и у него все вот эти программы вот эти апач москве печки они под боком так вот из и самых известных вам сборок это open server как раз вамп сборка open server чуть совсем старый денвер потом сам пупа потом так он и называется вам то есть вот это все это сборки программ из апача mysql и печки я сейчас стреляю из пушки по воробьям я ради вот этой штуки вроде мой сквела целую сборку установил он другой стороны зато мне теперь здесь есть такая утилитка андрей ответил на ваш вопрос правда отлично отлично какое решение какое решение сборки какое решение сборки более я так понимаю речь идет о версии да а версии сборки обычно на сайте сборки описывается последняя версия у open server раньше был вот такую домен open server.ru сейчас они более более красивое название придумали что-то там openpanel.io и среди сборок которые open server.ru предлагаются есть три штуки одна совсем маленькая минимум набора программ другая там средняя там с дополнительными программами для редактирования третья для тех кто едет на дачу но при этом занимается веб-разработкой там чуть ли не графические пакеты все остальное поэтому забирайтесь и и по вкусу по необходимости выбирайте что там вам понадобится пожалуйста op ospanel.io и там скачать выбираете какой вам вариант тоже отличаются просто набором софта что предпочесть из разных сборок open server вам по xam и так далее это холиварный вопрос это вопрос собственных предпочтений я отдаю предпочтение open server но почему потому что он гибок в рамках учебы и в рамках и гибок в рамках отладки в нем на лету можно менять версию майского и лапич пи по сгреской ларидом других софтин которые рядом есть вот на западе сам бы вам бы распространены достаточно ну денвер почти в историю шел поэтому рекомендую так вот в идеале попробовать одну вторую третью и сделать собственно да друзья возвращаемся возвращаемся к нет 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 open server он платный он бесплатный он бесплатный просто они требуют не требуют просят пожертвования в рамках 100 рублей пожертвования может взять в размере 1 рубль или не делать его вообще в зависимости там от ситуации но можно можно его бесплатно найти отлично спасибо большое и так я захожу вот сюда и у меня здесь есть возможность подключения к майску элу ко всему остальному теперь смотрите мы для экспериментов для демонстрации создание резервной копии создадим сейчас базу данных специалист ее структура очень простая две таблицы с тремя полями название полей отличаются только присутствием там номера 2 у айди тайтл и нам или отсутствие две таблицы одна база create database специалист возможно сейчас кто-то здесь присутствующих решит поспевать и смотреть на мои эксперименты для этого заранее выкинул основной такой базовый код на на посты бин хранилище и вам сейчас в чат отправлю для тех кто не будет успевать не страшно вы потом этот вебинар пересмотрите повторите и можно будет это запросто все сделала и значит с чего начинается наша работа я выбираю вот все вот это вот содержимое нашего кода и скармливаю его mysql консоли для тех кто не работал с open сервером и из консоли его надо залогиниться в mysql mysql тире root иногда надо паролику за это но open сервера по умолчанию пароль пустой поэтому здесь пароль необязательно указывать mysql консоль your root залогинился меня приветствует mysql монитор вот она и теперь вот этот вот код из посты бина по адресу который в адресной строке виден и в чате присутствует я восстанавливаю все отработано проверяю наличие таблиц давайте проверим что-то у нас с вами есть да да вот она вот он содержимое таблицы 1 присутствует все нормально проверяем содержимое таблицы 2 2 все присутствует ну для тех кто знает что такое что такое резервная копия нужно не создавать эти таблицы нужно будет на существующих своих базах или таблицах работы главное что вот они у нас есть теперь следующий теперь следующий момент первый самый на мой взгляд простой способ было что на визуальный это создание резервной копии из программы управления программы проектирования баз данных и программы администрирования баз данных это mysql workbench вот у меня есть запущенная версия mysql workbench если она будет у вас запущена или если она будет присутствовать на вашем новом рабочем месте у работодателя вы можете запросто подключиться к текущему инстансу mysql подключение к текущему инстансу mysql окей говорю и вот здесь у меня появляется сейчас слева панелька управления для работы с моим содержимым с моей базой мелковат немножко шрифт я утилиту для масштабирования экрана предварительно не скачал я надеюсь видно сейчас вот эти вот маленькие ссылочки среди них есть дата экспорт дата экспорт если мы заберемся в дата экспорт мы увидим здесь сейчас название базы нашей вот она база специалист для создания резервной копии мы выбираем нужную базу здесь есть несколько баз после этого мы выбираем будем ли мы сохранять процедуры и функции нашей базы если они есть будем ли мы сохранять события нашей базы триггеры если нам ничего этого не нужно мы не ставим здесь галочку и выбираем либо создание резервной копии такой что каждая таблица нашего нашей базы специалист будет раскинута по отдельным папочкам либо мне больше нравится на самом деле экспорт тусел в контейнер файл это создание резервной копии в виде одного большого файла со всеми таблицами вот я вот этот сейчас вариант выбираю c uses admin document dump dump запомнили говорим старт он просит у меня сейчас пароль он просит меня сейчас пароль я говорю окей потому что в open сервере пароля нету если же у вас есть пароль придется вывести и когда мы это сделали мы можем теперь забраться в документы в документы так где 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 моя резервная копия и правильно указал путь еще экспорт 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 си специи users admin документ users admin документ а users надо мы сейчас вот так вот это сделаем с хитрим времени терять раз а у нас уже 22 варианта 2 резервной копии точно users дамп один сквейный дамп 2 сквейный открываем сквейный дамп проверяем у нас все на месте просто drop table if exist таблица вот она структура таблицы вот они сами данные таблицы вот она таблица 2 да к сожалению здесь у нас сейчас не печатается фрагмент кода по созданию самой базы по созданию самой базы у нас нету create database об этом надо помнить скорее всего видите вот эту галочку не поставили include create scheme include create scheme если бы мы ее поставили надо было бы create database вопрос в чате в чем преимущество проектирования баз данных визуально чем вы используете с работе неудобно ли просто использовать таблицы в печи команды значит проектировать база данных визуально удобно потому что если большое количество у нас перед глазами таблиц всегда удобнее быстро их визуально представление представить некоторые серьезные маститы разработчики могут иногда не соглашаться с этим мнением но практика подсказывает что когда нам дают какую-то чужую базу и там садят на работе говорят вот разбирайся то познакомиться гораздо проще с ней если все таблицы представлены в визуальном виде как у нас на слайде на одном из первых фрагментов и связи между ними что вы используете в работе я использую в работе в основном bench для проектирования это очень удобный утилит она родная для mysql и она бесплатно и и она скажем так за исключением нескольких огрехов работает отлично неудобнее ли из просто использовать таблицы php-madmin php-madmin это замечательный продукцию веб-интерфейс для mysql а тут ничего не скажешь но у php-madmin нету средств именно для такого визуального проектирования для указания связи быстрых и гибких там многие ко многим и так далее поэтому на первом шаге проектируем в бенче создаем дамп а на втором шаге заливаем это все через через печь пимарна а кирилл говорит хейди скуял за удобная консолька слышал даже один раз пробовал понравилось на курсах не стал использовать потому что решил пользоваться только родным софтом а тогда кирилл спасибо ваш ценный комментарий и так у нас получилось создать резервную копию двигаем дальше но поистине поистине очень удобным средством для создания резервных копий является mysql dump mysql dump эта утилита обычно входит в установку стандартную установку mysql а если я сейчас заберусь и на диске c в программ файл ся или да в программ файл ся в mysql сервере в папке bin mysql dump вот она где 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 так вижу mysql dump.exe вот она эта утилитка она занимается созданием резервной копии соответственно у mysql на open сервере она тоже есть и она в консоли вот здесь вот тут вот она тоже доступна можем быстро ее использовать давайте познакомимся посмотрим на синтаксис этой на синтаксис этой команды утилитки mysql dump указываем логин если есть у нас это root указываем пароль если есть нам не нужен пароль указываем название базы и говорим куда будет создаваться резервная копия если вы работаете не под open сервером вот такое создание приведет к тому что файл спец сql будет содержать таблицы нашей базы без оператора create database при этом лежать он будет либо в программ файл ся либо в программ дэйте есть такая папка на диске c либо вообще в папке документом или юзерс но перед вебинарами когда готовился я проверил как это в open сервере работать мне очень понравилось в open сервере он кидает соответствующую папку где мы находимся этот файл и так давайте посмотрим как использовать mysql dump для создания резервной копии одной базы ее таблиц проверяем так чтобы команда была видно видно в рамках одной строки я сделаю вот так к сожалению консоль к после изменения масштаба у нас ведет себя не так как хотелось бы это одна строка все mysql dump your root специалист спец сql никаких сообщений особых здесь не показывается а у нас появляется спец сql файл если мы его посмотрим это будет опять дамп похожий на тот что у нас был в в воркбенче воркбенче а спрашивает у нас андрей а из каких частей состоит полный дамп резервная копия схема данные что еще обычно еще выделяют процедуры функции раз события это такой вид выполняем исполняемого кода в нужный момент времени и триггеры это процедуры функции которые автоматически срабатывают при какой-то там определенной логике вот их тоже можно добавлять в резервную копию также еще отдельно выделяются просмотры или вьюхи просмотры или вьюхи но правда иногда некоторые из указанных частей о которых мы сейчас сказали они не попадают в дамп по умолчанию чтобы они попали в дамп нам нужно указывать дополнительные ключики утерите mysql dump в бенче там просто галочки отмечаем а тут ключики о ключиках мы постараемся сегодня еще сказать итак мы получили сами первый вариант резервной копии а так кирилл говорит а так 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 проглядел проглядел в open server это утилита создает команды create table да конечно вот drop tail create table lock insert да абсолютно такой же файл как в бенче на самом деле бенч он использует эту команду для создания резервной копии то есть там все очень завязано но хорошо теперь следующий момент если вы если вы вызовете mysql dump просто саму командочку так вот без ничего вы получите очень ценную подсказку по работе с этой утилитой посмотрите пожалуйста mysql dump database название таблицы это что означает я могу создать резервную копию сейчас отдельной таблицы table 1 если это вдруг нужно раз у меня сейчас переписался файл я проверяю в open сервере наш файл спец с ql и мы видим что только таблица 1 попала в резервную копию еще раз юрут специалист таблица 1 но это для специфических создание резервной копии когда вам нужно только фрагмент базы правильно да следующая mysql dump database options db1 db2 что это означает с этой опцией а опции добавляются очень просто датабейсы вы можете указать несколько баз данных я когда сейчас бенч запускал увидел что у нас там есть база данных под названием mysql она всегда есть есть база данных и shop это по ходу с курсов наших pitch пишем вот я сейчас возьму укажу три базы раз события пропустил потому что мы не включили спасибо тебе консоль за то что ты предупредила нас об этом мы вооружены теперь смотрим на наш файл достаточно тяжело теперь получится больше чем обычно 873 строки create database специалист это вот мы только что база которые делали да дальше что там еще create database e-shop наша база с курсов по печки второму создаем интернет-магазин и ниже где-то должна быть еще create database mysql служебная база данных вот они все попали при помощи вот такого синтекса тире тире дадабейс понятно да хорошо некоторым же разработчикам лень или нету время или там они не заморачиваются над отдельными базами им нужно все базы все базы объединить в резервную копию all databases all databases стрелочка в какой файл и у нас все базы сейчас там будут прорисованы но вот кажется мой notepad там подумирает потому что все базы наверно это будет больше вес чем чем был он перестал реагировать просто сейчас попробую еще раз его открыть о все базы тяжелее они не хочет открывать хотя хотя вроде бы как и вес не особо большой да там что там как-то подозрительно мало показывает 3 киловайта мог мало но вот здесь вот ошибки у нас не выдалось это означает что у нас резервная копия баланс он сейчас еще раз попробую посмотреть так что там у нас еще есть из так вот так попробую редактор который не часто приходится использовать а 3 3 мегабайта нет не 3 килобайта 3 мегабайта и удивлен обычно notepad начинает при 10 мегабайтах падать а кирилл предлагает обычно помогает снести поставить ну ты под плюс плюс очень такое серьезное решение я сейчас не буду его делать но на заметку можно взять ну еще раз вот по собственному опыту при 10 мегабайтах умирает а тут видите он и этот умер и этот умер ну ладно ладно хорошо теперь дальше если вы захотите больше узнать о майской дампе вы можете запустить ее с флажком help будьте аккуратны возможно после вызова этой команды кто-то сегодня будет плохо спать там очень много настроек очень много настроек очень-очень много некоторые из них очень могут быть вам оказаться полезны ну например настроечка тире x когда вы создаете резервную копию базы не формате sql а не сквельных команд а формате xml команд привет php третий уровень знакомства с xml правда да или там там использование xml в офисных приложениях для того чтобы создать резервную копию формате xml нам понадобится всего лишь поставить ключик xx вы говорите тире x и вас получается резервная копия формате xml ну давайте продемонстрируем покажем я нахожу один из вариантов ну пожалуйста специалистов например так вот специалист тейбл вот здесь вот указывают тире x понятно что файл вот с куриное расширение будет странно смотрится за к самой спек или спец xml говорю ошибками никакой не появляется открываю пенсера вот он появился xml файл проверяем теперь как он там внутри выглядит о ажи у нас сейчас ажи у нас вот пожалуйста пожалуйста у нас с вами отображается так где тут выключение у нас с вами отображается таблица таблица 1 вот ее данные айдишники титлы тайтлы ну мы и так далее все замечательно все просто прекрасно описание таблицы идет в таблицу структуру понятные да очень удобная штука другие какие еще флажки есть triggers или skip triggers включение выключение создания триггеров по поводу триггеров написано в подсказке что они по моему по моему они по автоматам включены ну-ка triggers создает дамп триггеров для каждой таблицы default он включена эта настройка по умолчанию вы можете отключить поставив skip triggers при вызове mysql дампа и они у вас не попадут в нашей задачи в нашем примере триггеров вообще-то и нету поэтому мы никакой проблемы сейчас не видим ни с чем таким не сталкиваемся вопросы может быть возникли товарищи вопросы пожалуйста может быть стоит на что-то обратить внимание показать сказать а андрей что можно пример восстановления из xml андрей я хитро назвал вебинар создание резервной копии базы то есть я специально намеренно не не включил и не включал примеры по именно по восстановлению да и если честно я даже не пробовал восстановить из xml то есть я всегда видел xml это как создание резервной копии которую можно потом посмотреть через через php или там сконвертировать в текстовый файл с разделительными в виде в виде табуляции поэтому я сейчас так быстро сразу не покажу этот пример а кирилл бит команды могут быть сложным если возможность сохранять команды в утилитке команды могут быть сложными если возможность сохранить команды в утилитке кирилл возможно я не до конца понял вопрос о каких командах идет речь речь идет о процедурах триггерах и событиях правильно я понял значит значит смотрите если если так так но отключился потом подключился можно выполнить то же самое раньше делал что со сложными настройками с флажками с вот этими вот с этими флажками смотрите обычно разработчик который делает резервную копию он их напрямую вот так вот с нуля в консоль не пишет то мы сейчас на вебинаре такие смелые и такие скажем такие бодрые в режиме вебинара это все пишем нет на практике командочка она пишется где-то секундочку она пишется где-то в редакторе где-то в редакторе сохраняется и только потом она вставляется туда потому что если команды большие каждый раз вставлять будет очень у нас на курсах пришла однозначно слушать и что вы большие команды что делать я говорю сохранять в чем да в чем угодно ну ну ты под плюс-плюс пожалуйста в оргбенч пожалуйста сквельный там файл это просто текстовый файл и дальше уже с ними работать ну тут других вариантов особо нету плюс вот эту команду вы захотите возможно поставить на выполнение по расписанию правда да привет крону в линуксе привет планировщику расписание в индии вы ставите my square dump с кучей настроек опять же его нужно прописать один раз где-то ну лучше чтобы он был где-то в наборе спрашивает у нас спрашивает андрей а какие команды в my square для мониторинга состояния баз ну если посмотреть если посмотреть раздел который у нас содержит ну давайте так давайте родной раздел не тот который в open сервере программ файл там mysql сервер бин вот они все вот они все и на чек сумм проверка контрольной суммы потом mysum check для проверки старых добрых mysum таблиц потом из тех что у нас вот такие вот для для админов они могут быть полезны mysql админ mysql чек сейчас еще еще там одна есть mysql шоп шоу шоу заменяет оператор шоу внутри mysql дублирует его основные команды которые позволяют в бенче тоже есть набор особенно в бенче который ой который по не комьюнити эдишна который в платной версии в расширенной версии тоже там есть набор дополнительных вещей спрашивает у нас андрей mysql дамп создают полную копию бд без дополнительных ключей ключи ключами мы отсекаем что-то ключами мы либо отсекаем что-то если там например типа skip the strip skip triggers отключаем триггеры например мы говорим не хотим триггеры или наоборот подключаем что-то то есть если у нас по умолчанию там ну опять же скажем mysql дамп help mysql дамп help у нас есть например ключик под названием сейчас сейчас покажу он счет покажу ключик под названием ахаха не вижу не вижу не вижу не вижу а вот пожалуйста ключик под названием тире r андрей да вот тире r что значит создается дамп сохраненных routine то есть функции процедур по умолчанию функции процедуры у нас не дампируются То есть, в данном случае ключик дополняет. А скипт регистрация, наоборот, удаляет, отсекает. Мы так каждый раз решаем. Мы так каждый раз решаем. Отлично. Спасибо, Генри. Отлично. Innotop, подсказывает Андрей, можно смотреть нагрузку. Замечательно. Вот не назначился. Отлично. А, в Linux. В Linux. Все, берем на заметку. Ай, Майк говорит обалденный вопрос. Выходящий за рамки нашего вебинара. Пару слов о репликации. Как настроиться, с чего начать. Значит, вот в прямом смысле пару слов. Надо взять какой-нибудь tutorial. Желательно на сайте msq.com. Или там у Петра Зайцева книжечку взять. И просто пошагово вот этот алгоритм пройти. Вот с этого лучше начать. В худшем случае это будут три базы на локальной машине. В лучшем случае у вас будет три виртуальных машины. И на каждой будет база. И вот их там отриплицировать надо. Но больше не можем в этом майке. Если интересно, может быть запланируем в дальнейшем посмотреть. Андрей спрашивает. Какие ограничения у бесплатного варианта MySQL? На сайте MySQL хитро говорится, что у MySQL нет ограничений. Просто у Enterprise Edition есть дополнение. Они хитро это обыгрывают. Дополнение по возможности отслеживания процессов, нагрузки на MySQL ядра. Анализ логов, в том числе бинарных и так далее. Вот так. Друзья, следующий момент, которым я хотел все-таки успеть. У нас по времени мы ограничены. Там уже практически у нас истекло. Но я хотел бы хотя бы проговорить об этом. Значит, создание резервных копий по расписанию. Первым делом, мы можем вооружиться с вами MySQL дампом. Ту утилитку, которую сейчас рассматривали. И ее совместить с работой либо планировщика расписания, либо крона. Но планировщик расписания это больше для тех, кто на Windows работает. А обычно MySQL сервера, они же на Linux платформах стоят. Поэтому, скорее всего, по аналогии с тем, что у нас прописано в OpenServer, планировщик расписания, фактически крон тот же самый, мы можем прописать время выполнения команд, команду с ключом прописать. И она у нас будет периодически запускаться. Но в MySQL есть свой собственный планировщик, планировщик каких-то либо действий. Обычно в этот планировщик вставляют операции апдейта. Какая-то логика, например, раз в день или раз в час нужно проапдейтить какую-то таблицу. Понятно, что там нагрузка возникает дополнительная на базу, следить тоже за этим надо. Но какую-то бизнес-логику, просто логику приложения мы можем с вами поддерживать. Итак, первым делом обычно проверяют, включен ли дефолтный планировщик в MySQL. После того, как вы проверили, что планировщик включен, вы обычно заходите в раздел «Создание событий». Создание событий. И создаете событие. Событие создаётся целиком на базу данных. Событий можно создавать сколько угодно. События могут быть привязаны к какой-то точке. Выполняться в какой-то точке, например, от текущего момента через час должен выполниться апдейт. Или если вы не хотите проблем, вы настраиваете выполнение события каждую пятницу вечером на каждой неделе. Или через неделю. Зависит от вашей логики, от вашей задачи. И внутри события вы прописываете оператор. Некоторые не знают об этом операторе. Этой возможности этого оператора. Select. OutFile. Select into OutFile. Обычный Select позволяет нам создать резервную копию данных отдельной таблицы. Или отдельных таблиц. Причем сохранить все эти данные резервной копией в виде не SQL-команд. SQL-команд это, конечно, замечательно. Но это лишний текст. Это больший объем файла. А в виде файла, похожего на CSV-файл. То есть с какими-то разделителями. Либо табуляции. Либо пробелы. Либо вертикальные палки. С чем-то там. Такая вот идея. Ну что. У нас есть еще несколько минуток попробовать продемонстрировать пример? Я смотрю на реакцию в чате. Потому что если плюсики пойдут, значит интересно и есть несколько минут. Если плюсиков нет или минусики, значит всем пора домой. А, даже по два плюса пошло. Все, смотрим. Однозначно смотрим. Итак, первым делом. Отлично, супер, спасибо. Итак, первым делом мы должны с вами посмотреть, включен ли сейчас у нас планировщик. Я знал, что вопрос и интерес к этому возможно возникнет. Поэтому самые нужные команды прописал рядом. Show variables like event shadower. Давайте заберемся в MySQL. Забираюсь в MySQL. MySQL. Yuro. И проверяю, включен ли у меня сейчас планировщик. Такая вот команда. Show variables like. Show variables like. Он говорит, планировщик-то вообще-то выключен. А если планировщик выключен, создавайте события, не создавайте. Они будут там лежать мертвым образом. Мы говорим, set global event shadower. Глобальная настройка. Set global. Вызвал. И теперь проверяю еще раз. Вот он, set global event shadower on. Теперь у меня планировщик включен. Теперь все нормально. Значит, пришел момент создавать события. События обычно выглядят вот в таком виде. Create event. Название события. Произвольное, желательно, как-то связанное с действием. OnShadowAd. Это на каком расписании или по какому расписанию будет выполняться событие. По ссылке на документацию вы найдете разные самые варианты. Дальше. И дальше do и непосредственно оператор выполнения событий. Ну, в общем-то, как я и говорил, я беру сейчас вооружающий редактор. Потому что писать это в файле в консоли. Это гиблое дело. И говорю, пусть будет называться myEvent. OnShadow будет. Мы сейчас посмотрим, какой шедел будет. И действие будет следующее. Действие будет следующее. Select. Плохая идея. Звездочку написать. Правда же, да? Мы же знаем, что это плохая идея. Но я пишу, чтобы сэкономить несколько секунд нашего времени. Select. Into. OutFile. Into. OutFile. Дальше пишу название этого файла. Куда сохраняю? Куда мы сохраняем? В лучшем случае можно так вот. В быстром случае. Двоеточие. Там. Слэш. И скажем там. Table1. Точка. Там. CSV. Вот так вот. Или там. Text. Вот так вот. Но. Те, кто будут смотреть потом вот этот наш вебинар. Они могут столкнуться с проблемой. С какой проблемой? С какой? Некоторые операционки Windows. Они запрещают работать нам напрямую здесь в конце. И вот это может приводить к тому, что мы скрипт напишем, а результат не будет. Поэтому либо нам нужно забраться. Мой компьютер. C. Где? Пользователи. Общие. Вот сюда. C. Users. Public. Либо просто написать Table1. Текст. Либо так, либо так. Понятно, да? Потом мы говорим, откуда это все берется. Из. Специалист. Точка. Чего? Специалист. Точка. Тейбл 1. Точка с запятой. Отлично. Теперь по поводу вот этого вот current timestamp. Нас не очень устой. Если мы создадим такое событие, которое через час от текущего момента сработает от текущей метки. Вот от текущей. От 19.06. От 19.16. Плюс час. Это нас не устой. Поэтому мы можем с вами сделать так. Берем и говорим. Help. Help. Так вот. Backslash H. Help. А дальше говорим. Show. Ой, прошу прощения. Не show. Create event. Если у нас настроены подсказки. Если у нас документация установлена. То вот эта вот команда. Backslash H. Create event. Покажет справку по документации. Вот смотрю справку по документации. Пожалуйста. Add timestamp плюс интервал. Это как у нас сейчас. А тут говорится. Every. Интервал. То есть если я возьму сейчас. И вот это вот перепишу. On shadow. Every. Every. И дальше. Так. Что-то у нас. Что-то у нас. Every. Интервал. И дальше укажу. Например. Every. One. Ну давайте. Minutes. Да. Minutes. У нас будет выполняться. Вот создание такой резиновой копии. Единственная проблема. Которую мы сейчас. К сожалению. Не успеем рассмотреть. Он не переписывает этот файл. То есть он создаст один раз его. И потом все будет завершаться проблемой. Он будет говорить. Да такой файл существует. Эта ситуация может обходиться. При помощи создания там. Подготовленных запросов. Процедур. Мы сейчас не будем туда углубляться. Иначе очень много времени идет. Значит. Беру этот ивент. Захожу в нашу базу. Use. Где там. Use. Специи. Специалист. Раз. База изменена. И пробую скормить ему. Наш create. Вот он у меня сейчас нормально проглочен. Теперь я ищу table1.txt и хочу его посмотреть. Убедиться что он у нас есть. Так. Куда же нам посмотреть пойти. Ну. Первым делом. А так. В open server. Тут пусто. Ну. 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 Обычно в документы надо посмотреть. У меня на занятиях часто туда сваливаются. В документах не вижу. В admin части тоже иногда туда сваливаются. Зависит от разных вещей. Так. Какие-то видюшки. Что-то там. Не вижу. Не вижу. Куда еще может свалиться dump. Куда смотрится может результат. Он может свалиться. Диск C. Program Files. MySQL. Server 5.7. И дальше BIM. Вообще. Вот сюда. Проверяем. И тут тоже нету. Не отчаяниемся. Program Data. MySQL. Server 5.7. Data. А. Кошмар. 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 Я там. Краем глазом. Увидел. Кирилл. Написал. Отработает прям сразу. Или через минуту. Через минуту отработает. Я сейчас. Я сейчас элементарно попал в неприятную ситуацию. Я запустил запрос. А сам. Начал смотреть. Еще не созданный бэкап. Сейчас придется опять все версии проверять. Ну ладно. Подождем чуть-чуть. Да. Да. Спешим. Конечно спешим. Спасибо Кирилл. Точно. Пока на вопрос Андрея. Ты что? Вопрос под веб-сайты. На какой платформе лучше развернуть решение? На вамп или на ламп? Андрей. Есть ответ правильный. И есть как очень многие делают. Правильный ответ. Выбирать лучше. Тестировать лучше на той платформе, на которой потом схожей, с которой будет ваш хостинг. То есть если у вас сайт будет на хостинге, на линуксе, то на вампе это несколько странно. С другой стороны, ну вот пример разработчика, который делает на вампе, а потом переносит на линукс. Это вот тот, кто ведет сейчас вебинар. Я так всегда делаю. Потому что это быстро и удобно. Потому что зависимость от винды появилась в школе, институте. Поэтому обычно так происходит. Ну что? Понеслась заново, да? Значит тут проверяем. Тут проверяем. У меня, думаю, ничего нету. Да? Нету. Тут проверяем. Я не вижу пока ничего. Это программ дейта. Программ файлс проверяю. Вообще надеюсь, что сейчас в программ файлсе мы найдем, конечно. Вообще нету. Товарищи. Куда делся тейбл 1 тексты? Ну, неправильно. Тейбл 1.txt Кошмар. Он еще не успел его заиндексировать. Так. Ну, значит, тут два варианта. Либо у нас все закончилось там где-то ошибкой. Такое тоже нельзя исключать. Либо мы с вами должны другой путь прописать. И найти. Может быть, он просто в другом месте это все делает. Давайте я сделаю так. MyEvent2 А вот файл все-таки diskc.s Вот так вот, да? Вот здесь вот напишу second Чтобы не ждать. Так. Все. Учел? Правильно сделал, да? Проверяем. Поехали. Так. Он у нас отработал, по-моему, да? У нас, по-моему, отработал. Так. И проверяем на диске C появился ли файл под названием Table1.txt 19.22. Вот он, видите, да? Вот он. Table1.txt Открываем его на чтение и смотрим в чистейшем табулированном виде с разделителями сейчас скажу, какими табуляция и с переносом строки backslash n у нас сформирован backup отдельной таблицы. Мало весит, потому что не содержит SQL команд. Быстро работает. Расписание соблюдает. На очень больших базах, конечно, эта штука может ну там тоже следить за тем, как она работает. Потому что если база там у нас очень огромная. Некоторые говорят, что там начинает накапливаться задержка или что-нибудь еще. Но самое главное мы сделали. Мы создали резервную копию. Понятно, что за бортом у нас остаются огромное количество вопросов, да? Я не открою для вас Америку, если я об этом скажу. У нас за бортом остаются вопросы, как это все обратно загрузить. Это не секрет. LoadData. Вот из этого файла LoadData. Чтобы те там, по которым мы смотрели, MySQL, там Uroot и название там базы, специалист. И обратно там c, там двоеточие слэш, там что-то там спец, спец.ш. Но это уже другая история. Это уже другой вебинар. Это уже тема нашего части курса. Вот о чем хотелось рассказать. Удачной вам разработки. Хорошего вечера. и следите за новостями Центра Специалист за нашими бесплатными вебинарами. Всего доброго. Редактор субтитров Корректор А. Субтитров А.